Добрый день, дорогие друзья! Шевченко Тарас, канал Hazard4UA. У нас сегодня на обзоре нож от компании Zero Tolerance. Модель называется 562CF. То есть, это вариант модели 562CF. означает Carbon Fiber, то есть, она более навороченная, отличается от обычной модели именно выбором материалов. Если в обычной модели тут, по-моему, сталь то ли S35VM, то ли LMAX, а накладка на рукоятку из G10, то здесь сталь CPM20CV и накладка углеволокного Carbon Fiber. Ну, поэтому и такой вот суффикс CF. Раньше самые первые партии, по-моему, выпускались со сталью M390, потом была партия 204P, сейчас CPM20CV. Это, в принципе, одна и та же сталь, ну, то есть, очень схожая по составу стали, только разных производителей. M390 – это Boller, 204P – это Carpenter, американская компания, и CPM20CV – это Crucible, тоже американская компания. Как обычно бывает, этот тип стали, который очень сейчас популярен, причем M390 более популярна, чем 204P и CPM20CV, хотя фактически это одна и та же сталь, по большому счету. Это не ножевая сталь, это, как всегда, как в большинстве случаев бывает, со сталями, она была разработана для другого применения, и потом, благодаря своим качествам, нашла применение в ножах и пользуется очень большой популярностью и успехом. Среди ножеманов, среди ножеделов, среди компаний, которые выпускают ножи. Из-за того, что изначально, насколько я помню, ее разработали для того, чтобы для пресс-форм, для использования в таких телевизорах большой диагонали, туда отливаются, в эти пресс-формы, отливаются именно пластмассовые, вот именно лицевые панели этих телевизоров, и они должны быть, с одной стороны, абразивоустойчивые, потому что субстрат, который вот этот вот заливается туда, он, сама вот этот пластик, он абразивный. И это с одной стороны абразивоустойчивость, с другой стороны, она должна была очень-очень хорошо полироваться, для того, чтобы поверхность этих панелей выходила очень гладкой, очень красивой, и без каких-то там широковатостей, изъянов и так далее. И вот эта вот способность именно к износеустойчивости, с одной стороны, и с другой стороны к полировке, именно и привела к тому, что очень хорошо показывает себя в наживом применении эта сталь. Если брать чисто такую вот грубую, можно сказать, животную износостойкость, то если сравнивать ее с CPM90V, то она примерно в два раза, вот такой тип стали, как вот 20CV или там М390, он примерно в два раза менее износаустойчивый. Но замеряют износаустойчивость таким образом, берут пруток на какую-то твердость его каля, потом при помощи абразива за определенное время его стирают, этот пруток, смотрят, сколько снялось материала, чем меньше материала, тем лучше, тем более износоустойчивая сталь. В этом смысле, CPM90V, она примерно в два раза более устойчивая. Но мы имеем дело не с прутками, а с клинками. И поэтому нож из CPM90V не будет в два раза лучше держать кромку режущую, чем нож из M390. И в некоторых случаях, если брать какие-то канатные тесты, то M390 показывает лучшие результаты. По своей конструкции, этот нож это титановый фреймлок с вот таким вот сухарем, там где именно замок, где все происходит. Разработчиком этого ножа является Rick Hinderer, очень известный ножевой мастер, очень популярный. Он для Kershie, для Zero Tolerance несколько моделей разработал. На клинке такой вот характерный для, именно для Hinderer тип спусков, называется Slicer Grind. То есть, как они в своих рекламных материалах пишут, с одной стороны обеспечивает хороший очень рез, с другой стороны обеспечивает прочное острие. С этой стороны углеволокно, Carbon Fiber. Липса глубокой посадки переставляется на обе стороны. Очень хорошо сделано. Вот это вот, вот это у нас не шпенек для открывания. Основной тип открывания ножа это Flipper. Вот такой плавничок есть для этого. Также присутствуют вот такие вот вещи, которые очень похожи на шпеньки для открывания при помощи большого пальца. Но на самом деле это не шпеньки для открывания ножа. Это упорные штифты, которые вот в эти вот вырезы упираются и обеспечивают именно удержание ножа в открытом положении. Также есть традиционный упорный штифт. То есть получается он упирается клинок в открытом положении упирается в упорный штифт, упирается в вот эти вот псевдо-шпеньки и также запирается вот при помощи вот этого замка Frame Lock. Как я уже говорил, здесь используется вставка из закаленной стали. То есть не не титан контактирует с закаленной сталью, а закаленная сталь с закаленной сталью. По размерам он примерно такой же по размеру, как Paramilitary 2, но более объемный, более существенный в руке. То есть потому что Paramilitary 2 там лайнеры утоплены внутрь накладок, а здесь ничего такого нет. Вот здесь титановый Frame Lock плюс традиционная накладка и плюс Carbon Fiber. Очень хорошо сделан, очень красивый. Особенно мне нравится сочетание сатин на спусках и на плоскостях здесь Stone Wash. Очень красиво создает очень красивый контраст. Вообще очень хороший нож. Привез я своему клиенту постоянному. Он у меня достаточно много ножей берет. Сейчас я вожу ножи в принципе для себя что-то вожу и какие-нибудь материалы и так далее. Ну и паровозом привожу людям что-нибудь. В данном случае привез вот такой нож. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.